привет коллеги по цеху привет будущие коллеги по цеху сегодня в этот зимний период когда я чаще всего записываю видео теоретически я хочу поговорить об анализе воды в очередной раз как себя чувствует вода в вашем бассейне как решить возникшие проблемы в будущем сезоне с водой что делать как ее лечить или как привести в порядок максимально эффективно и не затратно такие вопросы вот будут возникать поэтому самое главное чего всегда надо начинать этот тестирование воды лучшее что можно сделать для бассейна и важнейшая вещь моей точки зрения это не только экономит ваши деньги это не только предотвращают перерасход химии или использование ненужных препаратов но и сохранит бассейн чистый и здоровый круглый год почему я об этом хочу говорить да потому что для того чтобы правильно тестировать воду вам надо подготовиться и купить тестер какой мой совет это перечислить все что вы должны измерять а дальше вы уже сами подберете себе вид тестер первое это свободный хлор идеальный диапазон который вам нужно измерять это от 0 3 там до 5 миллиграмм на литр это диапазон в момент когда окупаются люди лучше держать 1 миллион миллиграмм на литр если свободного хлора мало он может не справиться с размножающимися водорослями и бактериями слишком высокий показатель свободного хлора может вызвать раздражение глаз или обесцвечивание там пленки и так далее и так далее но это как правило уже выше там 10 миллиграмм на литр есть еще показатель общий хлор это сумма всего хлора в воде связанного и свободного хлора вместе взяты помните свободный это полезный связанный это грязь весь связанный хлор это неэффективный хлор он не участвует полноценном дезинфекции эти элементы загрязняют воду и требует максимальной ликвидации поэтому нужно все эти показатели мерять уровень ph показывает у вас вода кислая или щелочная и идеальный диапазон которым работают бассейны это 7274 оптимальный бассейн для дезинфекции и комфорта купающихся высокий ph может вызвать накипи помутнение или раздражение глаз низкий ph это коррозия металла и все что поддается коррозии любое значение ниже 7,2 или выше 7,8 необходимо устранять но и в первую очередь мерить ну то есть это на простом языке щелочность измеряют способность воды сохранять и приглушать от быстрых изменений ph идеальный диапазон щелочности зависит от типа конечно дезинфектанты и многих вещей но в основном составляет 80 120 миллиграмм на литр это еще один параметр который нужно мерить также циануровая кислота используется как стабилизатор в частных бассейнах и защищает хлор от температуры и солнечных лучей нужно ее мерить если много или высокий цианурка то вас будут проблемы с хлором и идеальным диапазоном циануровой кислоты в большинстве бассейнов составляет 30 50 миллиграмм на литр 50 это уже максимум для бассейнов с использованием электролизных установок там соляных там и так далее желаемый диапазон выше чуть-чуть это около 60 80 миллиграмм на литр но опять-таки я бы держал ниже далее следующий параметр кальциевая жесткость тест измеряют уровень кальция в воде если кальция мало вода станет агрессивной и может повредить поверхность или оборудование это особенно разрушительно для бассейнов облицованных плиткой или мозаика поскольку вода будет пытаться извлечь кальций из отделки вместе с любой штукатурка и затирка и так далее и так далее вплоть до того что может разрушиться даже сама плитка и такое видел своей жизни если кальция слишком много на поверхности могут образовываться накипь и пятна то есть они визуально видны идеальный диапазон кальциевой жесткости составляет 200 400 миллиграмм на литр при обычной температуре купания 26-30 градусов еще один параметр этот тдс тест на количество растворенных твердых веществ в воде это общее содержание минерала в воде то есть когда тогда я слишком высокий трудно поддерживать баланс воды возникают многие проблемы может даже возникнуть зуд кожи и раздражение глаз или вода станет мутной простонародье говорят что это показатель усталости воды или уже она набрала много много грязи в своих видео я выдавал формулу подсчета сейчас скажу что в принципе когда вы подбираете себе прибор то вам вполне будет достаточно для частного бассейна измеритель который будет там большинстве бассейна в мире до 3000 миллиграмм на литр эти параметры наверное я оставлю в описании видео для того чтобы было вам легче подвести итог оставлю их не диапазон точнее какой диапазон нужен вам есть у вас несколько зимних месяцев весенних в том числе подберите себе прибор это повторюсь поможет вам во многом облегчить работу это вам поможет облегчить обслуживание бассейна ну на этом все допомогайте збройным силам украины до следующего видео пока пока